Первый заместитель председательского комитета по транспорту Государственной Думы России Михаил Брячак приехал в Керчь для того, чтобы встретиться с руководством Совета ветеранов и главой администрации Керчи. Ветераны подняли вопрос о передаче здания школы по улице Свердлова, где ранее располагался музей организации. Председатель комиссии волонтерского движения Лидия Тимошенко рассказала чиновнику из Москвы о том, что Совет ветеранов обращался к прокурору Крыма Наталье Поклонской и получил положительный ответ. Однако здание так и не передали. Депутат Михаил Брячак предложил написать официальное обращение к главе Республики Крым Сергею Аксенову и ускорить решение этого вопроса. Это огромная масса работы, которую нужно было сделать за короткий промежуток времени. И вполне возможно, что это недоразумение. Давайте мы его поставим. Нам ответят. Михаил Брячак отметил, что керченские ветераны – очень активные и ответственные люди, которые думают об экономике, социальной сфере и самом важном патриотическом воспитании будущего поколения. Конечно, им не занимать патриотизм, а содержательность своих трудовых и воинских подвигов. И это всё должно передаваться нашим поколениям. И в этом необходимо их поддерживать. Депутату рассказали самую главную проблему ветеранской организации Керчи – полное отсутствие финансирования. Михаил Брячак обещал помочь и поднять этот вопрос в Государственной Думе в течение месяца. Абсолютно уверен, что это решение найдётся. Найдётся либо через региональный бюджет, через федеральный, или поправками к действующему бюджетному кодексу, либо к федеральному закону о ветеранах. Это вопрос, который я в ближайшее время в Государственной Думе поставлю. Мы в правовом управлении будем искать. Уверен, что найдём решение. В планах заместителя председательского комитета добиться полного финансирования ветеранской организации Керчи из бюджета Крыма 2017 года.